Итак, есть две стороны Луны. Посмотрите, на какой стороны Луна, Луна ваша. Ну то есть, на солнечное означает, вы настроены обзаботиться обо всех, служить, и не думайте вообще о том, сколько у вас денег хватает, не хватает, какая у вас квартира, какой у вас мужик задолбал уже. Ну то есть, думайте о том, чтобы заботиться, служить, и настроены вот так на свою жизнь. Это называется достойная позиция, дающая успех в жизни человека. Второй вариант, человек постоянно недовольный, плохо ему, значит, и все будет плохо. Недостойная позиция. Достойная позиция означает, что человек отвлекся от себя. Вы теперь скажете, а как отвлечься от себя, если нет сил, если судьба замучила? Для этого нужно брать силы. Вот не надо приковываться. Вот знаете, недостойный человек, он чем занимается? Он такой прикован, очень сильно прикован к тому, что произошло. Понимаете, этот человек прикован к событию. Он жаждет забыть, но память будет, будет минувшая вновь. Это значит, что его чувство собственного достоинства настроено на личное счастье. А надо в это время отвлечься от себя и начать думать о природе, думать о добрых людях, служить людям, служить Богу, забыть про себя всем, служить. И это спасение, в это время человек наполняется. Радость, радоваться надо природе. Наполнение идет. Сила означает чувство победы. А это идет от природы. Иди прогуляйся, тебе легче станет. Ты почувствуешь, что все будет хорошо. Бери, не приковывайся к поражению. Совсем сгоришь в этом состоянии. Настройся на хорошее. Настройся, что все будет нормально. Бери силы у добрых людей. Они тебе говорят, что все будет нормально, слушай их. Тебе просто не хватает силы. Все говорят, что все будет нормально. А что тебе говорят, что все будет плохо? Сдохнешь тогда совсем. Слушай, тебе говорят, что все будет нормально. Значит, все будет нормально. В конечном счете мы для победы рождены, мои дорогие друзья, а не для поражения. Берите силы от природы. Природа это мать. Она вот, не к кому бежать больше. Иди к матери. Вот молодой человек, он к маме побежал, потому что опасности. Надо к маме бежать. Мама даст силы. Природа дает силы человеку. Это мать. Понимаете? Вот если, допустим, у человека нет силы, волевой импульса. Он не может победить судьбу. У него не хватает силы победы. Ему нужна энергия воздуха. Понимаете? Эту энергию вырабатывает человек во время движения. Допустим, человек длительно бегает или ходит. Вот если человек чувствует, ему не хватает силы воли, возможности победить судьбу. Ему нужна энергия воздуха. Понимаете? Энергия движения. И тогда у него будет возможность побеждать. Способность бороться. Это приходит в сердце просто потому, что он наполнился. Понимаете? Это простые вещи. Надо их знать. Там можно психологию всякую изучать. Почему я не могу побеждать? Да иди просто бегать, начни и научишься побеждать. Начни любить природу, любить вот этот воздух, вот этот ветер, вот эту вот силу. И все, и эта сила даст тебе чувство собственного достоинства и ты начнешь побеждать.